Книга записана в Storytel. Storytel. Жизнь в историях. Фрэнк Герберт. Дети Дюны. Учение Муаддиба стало ресталищем схоластики, суеверий и разврата. Он же учил умеренной жизни, философии, с которой человек мог противостоять тяготам вечно изменчивой вселенной. «Человечество, — учил Муаддиб, — развивается, и процесс этот не кончится никогда, поскольку зиждется он на изменчивых принципах, известных одной лишь вечности. Но как, скажите вы мне, может развращенный ум пользоваться такой сущностью?» Слова Ментата Дункана Айдаха. На толстом красном ковре, покрывающем влажный пол пещеры, вдруг заплясало пятно света. Он падал как бы ниоткуда. Казалось, этот зайчик существует сам по себе на колючем ворсе ковра. Беспорядочно перемещаясь, становясь то круглым, то овальным, пятно стремительно изогнувшись переползло на зеленое одеяло, свисавшее с лежанки. Под зеленым одеялом спал ребенок. Он был совсем по-детски круглолиц. Рот был очень большим. В мальчике не было присущей Фрименам скупости черт. Как, впрочем, не было и водянистой полноты, столь характерной для выходцев из того мира. Пятно света скользнуло по глазам ребенка, и маленькая фигурка шевельнулась. Свет исчез. Теперь в пещере раздавалось только тихое дыхание и едва слышное падение капель с козырька на поставленную у входа бочку. В темноте снова блеснул свет. Теперь он был явно сильнее на несколько люминов. Со светом появился и его источник — проем входа в пещеру, на фоне которого замаячила фигура в капюшоне. Луч света, словно принюхиваясь, снова начал стремительно рыскать по углам и сводам. В этой пляске таилась какая-то угроза, тревожное недовольство. Обогнув спящее дитя, свет пробежал по забранной решеткой воздушное отдушине. Потом по складкам золотисто-зеленых занавесей, скрадывавших грубые каменные стены. Свет мигнул и погас. Раздался предательский шелест плаща, и фигура мужчины в капюшоне застыла под сводчатым потолком входа. Каждый, кто был знаком с обычаями Ситча Табор, тотчас догадался бы, что это Стилгар, Наиб Ситча, опекун и страж высокородных близнецов-сирот, которым предстояло унаследовать мантию своего отца, Пола Муадиба. Стилгар был частым ночным гостем в пещере брата и сестры, заходя сначала в покой к Ханимы, а потом в примыкавшую к ним спальню лето. «Я старый дурак», — подумал Стилгар. Он провел пальцами по холодной гладкой поверхности светового проектора, прежде чем спрятать его в сумку, подвешенную к поясу. Этот проектор невыносимо раздражал Стилгара, постоянно напоминая о своей магической власти над ним. Проектор был тончайшим инструментом, главным прибором империи, умевшим обнаруживать присутствие людей и животных. Сейчас в королевских покоях не было никого, кроме мирно спящих детей. Уж кто-кто, а Стилгар знал, что его собственные мысли и чувства были куда сильнее проектора. В опекуне горел неугасимый внутренний свет. Этот свет направлял движение души Стилгара. Вот и сейчас этот дьявольский внутренний луч высвечивал все зло его сильной натуры. Прямо перед ним лежит мальчик, воплощающий магнетическую мечту о вселенском величии. Вот они, приходящие богатство, светская власть и сильнейший мистический талисман, божественная копия религиозного наследия Муаддиба. В этих двойняшках, к ханеме и лето, сконцентрировалась вся мощь, внушавшая благоговение. Пока жили эти дети, в них жил физически умерший Муаддиб. То были не просто девятилетние дети. То была первородная сила, предмет поклонения и страха. То были дети Пола Трейдеса, ставшего Муаддибом, махди всех фрименов. Муаддиб взорвал ход истории. Фримены начали межпланетный джихад, неся с собой неистовый пыл веры и утверждая во всех обществах свои власти господства. Око новой власти было вездесущим. След, оставленный ею, стал поистине неизгладимым. «Но ведь дети Муаддиба состоят из плоти и крови», — подумал Стилгар. «Двумя ударами кинжала я могу остановить биение их сердец, и вода их вернется к их племени». При этой мысли его своенравный ум пришел в смятение. «Убить детей Муаддиба». Годы, однако, приучили Стилгара к интроспекции. Он знал, откуда идут эти страшные мысли. От левой руки проклятия, а не от правой руки благодати. А яд и бурхан жизни — вот две величайшие тайны для Стилгара. Когда-то он исполнялся величайшей гордости, думая о том, что он Фримен, что пустыня его друг, что его планета Дюна, а не Арракис, как ее именуют все имперские звездные карты. «Как все было просто, когда Мессия был лишь мечтой», — думал между тем Стилгар. «Обретя Махди, мы растворили в мирах вселенной наши мессианские надежды. Все народы, познавшие Ермо джихада, мечтают теперь о своих вождях». Стилгар вгляделся в темноту спальни. «Если мой кинжал освободит те народы, примут ли они меня как мессию?» Было слышно, как Лето беспокойно зашевелился в постели. Стилгар тяжело вздохнул. Он не был знаком с дядом Атрейдесом, чьим именем нарекли этого ребенка. Но многие говорили, что именно старому Атрейдесу был обязан Муаддиб своей нравственной силой. Но не может ли случиться так, что это врожденное качество правоты покинет последнее поколение? Стилгар был не в состоянии ответить на вопрос. Он думал, «Сичтабр принадлежит мне. Я правлю здесь. Я — Наиб Фрименов. Без меня не было бы никакого Муаддиба. И эти двойняшки, их мать, Чани, моя кровная родственница. А значит, в жилых детей течет и моя кровь. Я причастен ко всему этому. Я, Муаддиб, Чани и все прочие. Но что сделали мы со своим миром?» Стилгар так и не мог понять, почему его охватили эти мысли и по какой причине вызвали они такое сильное чувство вины. Он зябко повежился под просторным плащом. Действительность совсем не походила на мечту. От былой дружественной пустыни, простиравшейся некогда от полюса до полюса, осталась едва ли половина. Казавшийся мифом, но ставший действительностью зеленый рай, вызвал у Стилгара мгновенную вспышку недовольства. Да, это не мечта и не сладкий сон. Планета изменилась, и он изменился вместе с ней. Он стал тоньше, чем прежний вождь Ситча. Теперь Стилгар познал многое. Силу государственной власти и тяжелую ответственность принятия самых, казалось бы, незначительных решений. Но все же... Но все же Стилгар чувствовал, что эта душевная и психологическая тонкость есть не что иное, как хрупкий внешний покров, под которым скрывалась железная сердцевина прошлого, простого и определенного опыта. И эта сердцевина взывала к его существу, требовала переоценки ценностей. Течение мысли Стилгара было нарушено утренними звуками пробуждавшегося Ситча. В пещерах послышалось движение. Щек Стилгара коснулось дуновения утреннего ветерка. Люди начали выходить из-под сводов в предрассветную мглу. Ветерок шептал о беспечности и о непрестанном беге вечного времени. Обитатели пещер напрочь забыли о водной дисциплине. Да и зачем беречь воду, если на этой планете часто идет дождь? На небе постоянно видны облака, а в старых ваде то и дело гибнут люди, застегнутые потоками воды. Раньше в языке дюны не было слова «утонуть». Но теперь нет и самой дюны, есть Арракис. И наступило утро нового полного хлопоты дел дня. Стилгар подумал «Сегодня на нашу планету возвращается Джессика, мать Муаддиба и бабка царственных близнецов. Но почему она решила закончить свое добровольное изгнание именно сейчас, сменив негу и надежность Каладана на опасности Арракиса?» Были и другие опасения. Почувствует ли она сомнение Стилгара? «Это женщина, ясновидящая Бины Гессерит, воспитанница Ордена Сестер, посвященная в самые глубокие таинства, полноправная преподобная мать. Такие женщины обладают невероятным чутьем, а потому опасны. Не прикажет ли она ему броситься на собственный нож, как приказала когда-то Умме, защитнику Лайета Кайнса?» «Подчинюсь ли я этому приказу?» Подумал Стилгар. На этот вопрос не было ответа. Но Стилгар думал уже о Лайете Кайнсе, планетологе, которому первому пришла в голову мысль превратить пустынную дюну в цветущий оазис, в какой она в конце концов и превратилась. Лайет Кайнс был отцом Чани. Не будь его, не было бы ни мечты, ни Чани, ни близнецов. Эта хрупкая цепочка снова вызвала недовольство. «Каким образом мы встретились здесь?» спросил себя Стилгар. «Каким образом соединились? Для какой цели? Не мой ли долг положить этому конец и разрушить эту великую комбинацию?» Стилгар ощутил великое и страшное искушение. Он в состоянии сделать этот выбор. Отречься от любви и семьи ради того, что должен совершить Наиб. Принять смертельно опасное решение ради сохранения племени. Но какое же это будет предательство и мерзость? Убить детей! Однако это были непростые дети. Конечно, они ели земную простую пищу, участвовали в празднествах, бродили по пустыне и играли в те же игры, что и все дети Фрименов. Но! Но они же заседали в имперском совете. Дети в столь нежном возрасте были настолько мудры, что заседали в совете. Да, это дети воплоти, но было в них что-то древнее, устрашающее и простого смертного генетической памяти знания, внушенные их теткой Алией, и унаследованные самостоятельно. И это невидимой, но прочной стеной отделяло близнецов от прочих смертных. Долгими бессонными ночами Стилгер пытался постичь природу этой избранности близнецов и их тетки. Много раз пробуждался он среди ночи, мучимый этими мыслями, приходил в покое царственных детей и застывал на пороге решения. Но сегодня Стилгер осознал причину своих сомнений. Неспособность принять решение — это тоже решение. Эти близнецы и их тетка были разбужены от векового сна еще в утробе матери, когда на них снизошли знания и память предков. И причиной всему было пристрастие к специи, пристрастие матерей, леди Джессики и Чани. Леди Джессика родила сына, Муаддиба, до того, как вкусила специи. Алия же явилась после этого. Теперь-то, по зрелым размышлении, это стало совершенно ясно. Бесчисленные поколения генетического отбора, направленного Бин и Гесерит, сошлись на Муаддибе. Но ордену сестер даже в страшном сне не могло привидеться, что в их планы вторгнется меланж. О, сестры знали об этой возможности и боялись ее как огня. Называя не иначе, как мерзостью. Этот факт вызывал ни с чем несравнимое отвращение у Стилгера. Мерзость. О, у них были основания так рассуждать. И если бы сестры объявили, что Алия есть воплощение мерзостей, то же самое должны они были сказать и о Чане, употреблявшей специю. Тело Чане было напояно меланжем, и ее гены стали удачным дополнением к генам Муаддиба. Ум Стилгера пришел в смятение. Нет никаких сомнений в том, что близнецы не пойдут путем своего отца. Но куда пойдут они? Мальчик говорил, что способен стать своим отцом. И доказал это. Будущий еще младенцем, лето показал, что знает нечто, что могло быть известно только Муаддибу. Может быть, в необъятных глубинах памяти ребенка ждали своей очереди и другие предки, знания и опыт которых составят величайшую опасность для всего рода человеческого. «Мерзость», — говорят сестры-колдуны Бин и Гессерид. Но, тем не менее, все они жаждут добраться до генофонда вверенных ему детей. Сестры хотят незапятнанного плотским вожделением соединения спермы и яйцеклетки. Не потому ли так поспешно возвращается леди Джессика? Она порвала с орденом сестер, чтобы воссоединиться со своим супругом-герцогом. Но молва утверждала иное. Она возвращается, чтобы утвердить путь Бины Гессерид. «Я могу положить конец этой мечте, этому кошмарному сновидению», — подумал Стилгар. «Это же невероятно просто». Он удивился тому, как вообще подобные мысли могут прийти ему в голову. Разве дети Муадиба виноваты в том, что действительность уничтожает чаяние других людей? Нет? Эти дети — ничто иное, как линза, фокусирующая свет, оттеняющий новые формы Вселенной. По-прежнему охваченный смятением ум Стилгара обратился к древним верованиям фрименов. «Глядет заповедь Божья, не ищи торопить ее, Бог покажет путь, и найдутся те, кто свернет с него». Больше всего ужасала Стилгара религия, которую возвестил Муадиб. Зачем они сделали из Муадиба Бога? Зачем было обожествлять человека из плоти и крови? Золотой эликсир жизни Муадиба породил бюрократического монстра, чудовище, коему не было никакого дела до людских бед и забот. Власти религии объединились, нарушение закона стало не только преступлением, но и грехом. Дух святотатства начинал куриться над каждым, кто подвергал сомнению правительственные эдикты. Любой мятеж вел к очищающему адскому огню и всеобщему праведному осуждению. Но ведь те, кто издавал эдикты, были всего лишь людьми. Стилгар грустно покачал головой, не замечая слуг, вошедших в прихожую царских покоев для отправления своих утренних обязанностей. Стилгар провел пальцами по ножнам висевшего на поясе Криса, символа утраченного прошлого, и подумал о том сочувствии, которое не раз охватывало его по отношению к мятежникам, чьи отчаянные попытки восстаний подавлялись его же собственными приказами. Стыд и смятение вновь окатили Стилгара горячей удушливой волной. Как бы хотелось ему избавиться от них, вернувшись к простоте холодной разящей стали. Но Вселенная не движется назад. Жизнью движет великая сила, выдвинутая в серое ничто несуществующего. Убить близнецов можно, но это вызовет лишь сотрясение ничто, которое отдастся катастрофическим эхам в истории человечества, породив новый хаос и заставив людей искать новые формы порядка и беспорядка. Стилгар вздохнул и прислушался. Да, новый день начался. Слуги — это олицетворение порядка, связанного с близнецами Муаддиба. Слуги переходят от одного действия к другому, побуждаемые сиюминутной необходимостью. «Надо подражать им», — подумал Стилгар. «И пусть приходит то, что приходит. Я тоже слуга», — сказал он себе. «Слуга Бога, милостивого и всепрощающего Бога». Он вспомнил слова. «Определенно мы надели ошейник на их вы до самого подбородка, чтобы они подняли головы. Мы поставили перед ними стену, и мы поставили стену позади них, и мы покрыли их, чтобы они не видели». То были слова старой религии фрименов. Стилгар мысленно кивнул себе. «Видеть, уметь предвосхитить наступающий момент, как это умел Муаддиб, пронзая своим сверхъестественным зрением время и помогая людским делам, превращая их в свершение. Так находилось новое поприще для принятия решений. Но если из тебя снимут ошейник, то не будет ли это бичом Божьим? То будет новая сложность, которую не разрешить простому смертному». Стилгар снял руку с ножа, но в пальцах продолжало пульсировать живое воспоминание о нем. И все же лезвие, поразившее некогда песчаного червя, осталось в ножнах. Теперь Стилгар знал, что не обнажит его, чтобы убить близнецов. Во всяком случае, не теперь. Он принял решение. Надо сохранить ту доблесть, которой он всегда гордился. Верность. Лучше те сложности, о которых знаешь, чем недоступные пониманию. Лучше настоящее, чем сны о будущем. Горький вкус во рту напомнил Стилгару, насколько пустыми и суетными могут быть сны. Нет, довольно снов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова